Всем привет! Вы на моём канале о вязании. Сегодня у нас будет разговорное видео. Это будет тег. Я решила в июле месяце сделать такую мини-традицию. По средам выпускать теги, болталочки. Честно говоря, я, конечно, если быть совсем откровенной, больше люблю разговорные видео снимать. Именно вот я. На какие-то определённые темы, которые периодически всплывают в моей голове, то есть на собственные какие-то темы. Бывают там какие-то переживания, связанные с вязанием или с каналом, и возникает просто необходимость обсудить эту тему со зрителями. Ну, это, конечно, больше монолог, но всё же. Но сейчас не знаю почему. Не получается у меня снимать такие болталки, хотя несколько попыток уже предпринимала, и что-то вот пошло не так. Но я очень надеюсь, что это временное явление. Может быть, просто сказывается то, что слишком много мыслей в голове сейчас, и просто нужно всё упорядочить, скажем так, да, немножечко подтянуть дела, чтобы в голове стало побольше свободного места для творчества, для фантазии, для какого-то там полёта мыслей, и всё будет хорошо. Я снова начну снимать всякие интересные разговорные видео на свои темы. Ну, сегодня будет тег. Этот тег я ещё в прошлом месяце заприметила. Точнее, мне его посоветовала одна из моих подписчиц. Тег называется «Рукодельные секреты». Автор тега Светлана. Ставлю вам ссылку на канал Светланы в инфобоксе. И здесь не так уж много вопросов. Один из этих вопросов. Больше, знаете, занять ваше время, чтобы вы смогли под какую-то болталочку повязать. Ну и, собственно говоря, я сама тоже, надеюсь, неплохо провести время. Поэтому давайте начинать. В сегодняшнем видео я буду вязать новый процесс. Начала я, наконец-то, уже вязать сарафан. До этого я на прошлой неделе снимала теоретическую часть мастер-класса по сарафану. Это у нас закрытый совместник в WhatsApp, где я учу вязать крючком крупную вещь. То есть для начинающих, для новичков все очень подробно рассказываю. Про все прибавки, убавки. В общем, все-все-все нюансы, которые нужны для того, чтобы научиться, наконец-то, вязать крючком. Не прихваточки квадратные, да? Или там не накидки на стол бабушкиным квадратом. А именно, чтобы рассмотреть, наконец-то, крючок в своей жизни как инструмент для создания каких-то интересных вещей. Тем более, что идеи для вязания крючком в интернете сейчас превеликое множество. И да, сразу хочу вам сказать, пока еще помню, мне кажется, я в визовлоге забыла сказать, мастер-класс по джемперу с листьями, который я вязала в челлендже с Сашей, будет. Я для него заказала пряжу три дня назад, по-моему, в пятницу, по-моему, сразу и заказала. Единственное, что мне сейчас перезвонили из интернет-магазина, сказали, что цвет, который я выбрала, он, к сожалению, отсутствует. И в этом году уже завоза не будет. Поэтому я попробую еще поискать на других сайтах именно этот цвет, потому что, ну, уже все. Он уже прицепился ко мне, уже у меня джемпер в голове связался именно от такого цвета, и я его уже активно ношу. Поэтому я попробую поискать этот цвет. Если нет, то тогда что-то другое буду думать. И этот мастер-класс я планирую на август. Поэтому готовьте пряжу. Сразу скажу, что, значит, на меня, на мой 54-й ушло 400 грамм с неполной длиной рукавов в три четверти и без, грубо говоря, без свободы облегания. То есть по фигуре джемпера. Соответственно, исходя из этого, вы можете рассчитывать, сколько пряжи вам брать. Если небольшой размер, там до 48-го, я думаю, что хватит и трех моточков, если вязать тоже вот такой рукав. Ну, в общем, упаковки точно хватит на джемпер стабильно. Так, а я сегодня буду, значит, наконец-то вязать сарафан. Мне нужно продвинуть его и дальше я буду снимать снова уже продолжение мастер-класса. Если вдруг еще сомневаетесь, да, вот идти или не идти, вдруг захотели, перестали сомневаться, то присоединиться к нам можно в любой момент. К этому совместнику напишите мне где-то в социальных сетях, да, о том, что вы хотите присоединиться. Я вам расскажу, что для этого нужно. Вот я сейчас начала вязать и понимаю, что мне что-то не очень хорошо видно. Так, ну что, поехали отвечать на вопросы тега. Очень давно я не вязала, мне кажется, в болталках крючком, да? Или мне кажется. Итак, первый вопрос тега. Каким рукоделием вы занимаетесь? И освещайте на своем канале. Так, ну если вы вдруг еще не поняли, то на своем канале я рассказываю о вязании. Это одно из... Нет, это не одно из... Это самое мое любимое хобби, которое со мной уже очень много лет. И, наверное, я уже, честно говоря, сомневаюсь, что что-то может меня заинтересовать больше, чем вязание. Я допускаю мысль, что что-то может в моей жизни еще появиться, да, какой-то такой вид хобби, который, ну, для разнообразия, скажем так. Но вот так, чтобы представить, что что-то может перетянуть на себя внимание от вязания, сложно даже представить, потому что, ну, уже много чего я в своей жизни пробовала. Реально много. И вышивку, и шитье, и бисероплетение, и макрамея плела, и шила, ну, что только не делала. И вот как-то, вы знаете, ну, даже рядом не стояло. Вот по степени заинтересованности с вязанием даже ничего рядом не стало. Наверное, самое такое, если вот не о вязании, да, если самое такое интересное, то, наверное, для меня это вышивка, но вышивка, это больше хобби для души. И это такое, в моем понимании, хобби для уединенного времяпровождения, то есть где-то остаться наедине с самим собой, для того, чтобы подумать, поразмышлять над какими-то вопросами. Бывают в жизни такие моменты, сложные, допустим, да, надо остаться с мыслями своими наедине и попробовать решить какой-то вопрос, да. И вот вышивка, в моем понимании, это такое идеальное сопровождение этого процесса, потому что просто так сидеть без дела я не умею. Думать мне нужно, чтобы были заняты руки. А с вязанием обычно такого не прокатывают, потому что, ну, все-таки большинство моих процессов, они с подсчетами, с расчетами, да, с каким-то узором, и нужно следить именно за процессом вязания. Сейчас я вяжу и спицами, и крючком. Есть у меня еще вязальная машина, но я пока к ней уже достаточно давно не прикасалась, но не исключаю того, что при возможности, да, то есть когда-то же должно появиться для нее место, когда-то же должно появиться время, я не исключаю того момента, что я буду и на машинке вязать какие-то базовые вещи простые, просто для повседневной, скажем так, жизни. Вот. Вяжу я очень давно, очень-очень, и ну, вот стоит за столько лет еще, как я уже сказала, ничего не перетянуло внимание на себя. Вот. Второй вопрос. Есть ли рукоделие, которому вы уделяете меньше времени, не показывается и на YouTube? Нет, такого рукоделия нет. Как я уже сказала, я одно время увлекалась вышивкой. но это, конечно, несравнимо, да, вот по времени, которое я потратила на вышивку и со временем, которое я потратила на вязание. Был период просто в жизни, когда мне было интересно попробовать, что это такое. я по журналам, тогда какие-то журналы продавались, даже не помню, как они назывались, может быть, так и называлась вышивка крестиком. Я покупала в киосках нашей местной союз печати, Белсоюз Друг, российский вообще журнал был, и там такой был наборчик маленький, как раз для пробы, маленькая-маленькая конва, наверное, на сантиметрах, ну, не знаю, 6 на 6, может быть, 7 на 7, буквально, по-моему, 6 цветов, ниточек совсем небольшие, такие пасмочки, и схемка, иголочка, и инструкция. И вот как-то однажды вечером я попробовала, мне понравилось, и потом я уже стала покупать наборы для вышивки, и первую всю беременность я вышивала, да, потому что у меня там бабушка была, она и сейчас, конечно же, есть, слава Богу, жива-здорова, она очень, очень настойчиво просила не вязать в беременность, хотя, честно говоря, я в эти суеверия абсолютно не верю, и не настаиваю, конечно, на своем мнении, но вот делала это исключительно для того, чтобы поберечь бабушкина здоровье, вот. Ну, я, в принципе, тоже неплохо провела время, конечно, да, я навышивала за беременность достаточно много картин, потом еще какое-то время я вышивала в перемешку с вязанием, ну, и потом, конечно же, вязание на себя перетянуло. Вот. Сейчас у меня есть начатые вышивки, они лежат уже очень давно, один процесс лежит, чтобы вам не соврать, пять лет, пять, четыре-пять лет, да, да, и второй процесс где-то столько же, да, вышивки имею ввиду. Есть у меня еще два набора, один с тех же времен лежит, не знаю даже, зачем я его купила, он, по-моему, был какой-то очень дешевый, ну, прям неприлично дешевый, и есть еще набор, который мне подарила Аня, подписчица, но его я обязательно вышиваю и вышью, потому что там, на самом деле, не такая масштабная работа, как вот эти, о которых я чуть раньше сказала, да, там неполная вышивка, там больше такое, ну, во-первых, там просто сюжет очень классный, вот, ну, если, допустим, я и рассматриваю какое-то еще хобби для того, чтобы разнообразить свою жизнь, то, наверное, только вышивка, ну, еще максимум шитье, у меня есть швейная машинка, как раз передо мной, кстати, стоит Бразер у меня, Бразер, Ханами 37С, вот, я, к сожалению, я не так часто пользуюсь, как хотела, когда я ее приобретала, но думаю, что, вообще считаю на самом деле, что если женщина хорошая хозяйка, то у нее просто обязана быть швейная машина, это как приблизительно владеть духовкой, да, или сковородой, машинка тоже хорошая штука, в семье всегда пригодится, вот, ну, в общем, вышивка, это единственный вид хобби, который может как-то меня переключить связание, но вот за последнее время не помню таких моментов, были там какие-то случаи, буквально 10-минутного, 15-минутного переключения на вышивку, по-моему, месяца полтора назад я тут нашла свой процесс, один вышивальный, там вышивка идет по конве цветой, то есть, рисунок нанесен на конву, и поэтому это не так много времени у меня заняло, то есть, я просто села, достала, взяла одну ниточку того цвета, который мне душа требовала, и вышила ее, и на этом успокоилась, и, по-моему, так же случилось у нас в следующий день, и все, на этом я навышивалась, и снова вернулась к своему вязанию, вот, поэтому такого хобби нет, кстати, в самом начале ведения канала, буквально в первый месяц, я выпускала видео про вышивки, все свои, но мне почему-то сейчас показалось в какую-то секунду, что, наверное, я его все-таки удалила, у меня есть даже плейлист, в котором я показывала продвижение по вышивке на заказ, даже этим как-то было время подрабатывала, вышивала три метрики на заказ для одной семьи, для одной мамочки, да, у нее трое деток, там дети были Таня, Ваня и Аня, и вот я для всех, для них вышивала метрики, вот, и даже по одной метрике у меня был такой плейлист типа история одного процесса, как-то так, кстати, очень нежная была работа, ну, как я уже сказала, сейчас я не вышиваю, но мысли о том, что когда-то вдруг найду на это время, я не исключаю, так, третий вопрос, как вы настраиваетесь на свой рукодельный процесс, предпочитаете творческий беспорядок или все разложено по полочкам, ну, насколько вы знаете, я думаю, что вот, кто давно подписан, да, те знают, что у меня, мое вязание, это моя основная работа, как бы там, что кто не считал и не говорил, это так и есть, и я очень ответственно отношусь вообще ко всему этому, настолько ответственно, насколько могу себе позволить, поэтому я не могу себе просто даже позволить просто вести там канал, как-то, абы как, сняла, значит, сняла, не сняла, значит, не стрела. У меня всегда есть план, у меня есть, причем план у меня не то, что я там голове себе написала, знаете, 6 пунктиков на целый месяц, и его и придерживаюсь. У меня есть конкретные такие таблицы, которые я разрабатывала для себя. В одной таблице у меня составлен контент-план для ведения каналов, где я расписываю, какое видео, когда у меня должно выйти. Я стараюсь видео чередовать, да, чтобы не получилось так, что в одном месте много мастер-классов, в другом месте слишком много болталок. Стараюсь, чтобы у меня содержание видео чередовалось, и всем было хорошо, да. Ну, я надеюсь, что так, в принципе, и есть. Бывают, конечно, промахи, бывает всякое. Все-таки у меня маленький ребенок есть, и он, конечно, диктует свои правила ведения канала в том числе. Поэтому иногда у меня бывает и простое по несколько дней, хотя вот, конечно, если так подумать, да, не так просто вести на самом деле канал, когда ты выпускаешь видео ежедневно, при том, что у меня два канала, на которых я ежедневно выпускаю видео. Соответственно, это в два раза, ну, как это сказать, напряжнее, да, скажем. Вот. Вот. У меня есть табличка, в которой я сейчас снова начала записывать итоги своего вязания за день, чтобы оценивать реально, сколько я успеваю вязать. Мне важно это тоже понимать, да, чтобы можно было адекватно составлять планы. И есть у меня еще такая табличка, в которой я расписываю непосредственно работу, да, что мне когда снимать, что мне когда монтировать, чтобы все у меня выходило вовремя. Опять же скажу, да, бывают промахи, но в целом сейчас вот более-менее уже по плану я иду. У меня бывает только такое, что возникают какие-то семейные дела, которые не связаны никаким образом с вязанием, и мне просто нужно из дома отлучиться. Ну, и поскольку у меня сейчас, у нас в семье сейчас нету своего транспортного средства, приходится пользоваться общественным транспортом, услугами такси, и не всегда это так быстро, как хочется. Но в целом я свою работу планирую достаточно четко, и стараюсь каждую минуту свободного времени использовать с пользой для дела, да, то есть даже те дни, когда там я с Максом дома одна, я хотя бы пробую монтировать, да, снимать, конечно, с ним вообще не представляю возможным, поэтому хотя бы монтировать пробую с ним. А по поводу порядка, беспорядка, ой, ну я бы насколько бы я себя не учила, да, ну не то, чтобы не учила, не повторяла себе, что это не бардак, а творческий беспорядок, не могу я смириться с мыслью, что что-то где-то разбросано, я все-таки человек, который любит, когда вещи лежат по местам, и я очень люблю, когда хорошо организовано рабочее место, то есть хватает ящиков, хватает полочек для всего, когда у каждого предмета есть свое место, когда нет нагромождения на столе какого-то такого очень тяжелого, которое зрительно угнетает, у меня сейчас на столе, ну, мягко говоря, бардак, хотя все вещи лежат на своих местах, да, но их столько много, и спрятать их некуда, что зрительно кажется, что у меня просто какое-то бардачело на столе, вот, ну, и, соответственно, я постоянно что-то пытаюсь поменять местами, для того, чтобы этот бардак не смотрелся таким бардаком, вот, бывает даже такое, что просто не могу начать ничего делать, пока не наведу порядки, ну, у меня, в принципе, так каждое утро, хотя, вроде, пытаюсь просто отодвинуть в сторону, да, как-то там, потому что знаешь, что через, там, не знаю, ровно полдня, или на следующий день будет все то же самое, но хочется все-таки работать в чистоте, поэтому у меня рабочий день начинается с того, что я сначала навожу порядки на рабочем столе, а потом уже беру свои планы и изучаю, что мне нужно сделать, в каком порядке, пытаюсь как-то прожить этот день, да, то есть, чтобы осознать масштаб работы, сколько всего мне нужно успеть, пытаюсь придумать, какие дела мне можно совместить, да, чтобы сэкономить время, и тогда уже берусь за работу. Обычно это очень быстро, мне кажется, что я сейчас говорила больше, чем обычно это происходит в моей голове, да, обычно это очень быстро. Пока я там, не знаю, варю кашу детям, я уже представляю, какие дела я буду совмещать, потому что я стараюсь все совмещать, монтаж с вязанием, допустим, монтаж с приготовлением пищи, если я, к примеру, не знаю, там, готовлю котлеты, да, то я могу стоять, переворачивать котлеты правой рукой, в левой руке у меня будет телефон, в котором я монтирую для вас, к примеру, болталку. Вот, с мастер-классами, конечно, так не помонтируешь, но я стараюсь, чтобы у меня был запас видео. Так, четвертый вопрос, планируете ли вы режим труда и отдыха, или есть, или если есть вдохновение, то уже не остановиться. Ну, я планирую, режим труда, очень планирую, вот режим отдыха, никак не планирую, и это на самом деле не хорошо, да, то есть, надо же реально понимать, что организм, он не робот, и нужно давать какие-то себе передышки, и время на, в конце концов, на приемы пищи, но вот я стараюсь, ну, я, наверное, просто максималистка, да, поэтому я стараюсь максимально много всего успеть, пока у меня есть возможность, да, пока у меня там, детей, вот сегодня я вообще дома одна, никого нет, в рабочий свой день, и когда-нибудь настанет день, когда станет чуть легче, и у меня, конечно же, будут и минутки на кофе-паузу, и минутки на прогулку, и на спокойно покушать, все пережевывать, да, а не так, как я привыкла сейчас кушать на ходу, вот, но бывает такое, что случается какое-нибудь вдохновение, действительно, и тогда уже не остановить, да, то есть, прямо вот как-то совсем, пятый вопрос, появляется ли в вашем рукоделии что-то спонтанно, или все запланировано, не получается у меня планировать, ну, то есть, планировать-то, конечно, получается, я вроде в начале месяца, хотя обычно я в конце месяца расставляю планы, записываю планы на следующий месяц, но, к сожалению, на целый месяц вперед запланировать очень трудно, потому что, всегда возникают какие-то предложения, могут быть, да, возникают какие-то дополнительные интересные процессы, или запросы от зрителей, то есть, это может быть, что, вот, как у меня в этом месяце внезапно поступил заказ на вязание, соответственно, мне пришлось его просто вписывать в свой план, и как-то подвигать другие дела, возможно, я что-то буду замещать, да, для того, чтобы этот заказ у меня обязательно в этом месяце был готов, бывает, предлагают интересное сотрудничество, да, уже такого, конечно, пару месяцев не было, но все же бывает, и сотрудничество предлагает, и тоже надо как-то куда-то подвинуть что-то, чтобы впихнуть новое видео, или, ну, что-то в таком плане, да, бывают какие-то процессы внезапно, очень хочется создать, хотя сейчас, вот, если вы заметили, то у меня спонтанных процессов, ну, мне кажется, уже давно не было, то есть, всего какой-то есть смысл свой, если, вот, я сегодня начала новый процесс, да, именно вот этот сарафан, он же тоже не просто так, я его снимаю для того, чтобы научить девочек вязать крючком, чтобы научились люди не бояться больших изделий, что крючок это не так страшно, как вот кажется тем, кто им почему-то до сих пор не вяжет, поэтому сказать, что у меня спонтанно что-то постоянное появляется, уже давно такого нет, хотя, честно скажу, я очень скучаю по тем временам, когда я могла сидеть, там, вязать джемпер, и тут такая думаю, хм, хочу-ка я зеленые носки, взяла зеленую пряжу и начала зеленые носки, потому что это больше свобода в творчестве, да, потому что хочется, чтобы все-таки эта свобода, она присутствовала, но вот сейчас столько работы, все просто слишком завязано, привязано к людям, которые вместе со мной работают, да, обучаются, вместе со мной вяжут, и поэтому я, если бы вот не вот эти люди, которые ждут мастер-классы, которые в совместнике тоже ожидают там следующую часть видео, то я бы, скорее всего, была более спонтанная и легкая на подъем, а пока я просто осознаю, сколько времени свободного у меня есть, и, собственно говоря, от него отталкиваясь, и вот, к сожалению, пока в графике моем нет временно спонтанность, поэтому последнее, не знаю, сколько, я стараюсь работать четко по плану, да. Итак, шестой вопрос, показываете ли вы свои рукодельные покупки на канале? Конечно, в принципе, я очень люблю видео о покупках, как снимать, так и смотреть, и у меня даже бывает такое настроение, опять же, вот, не могу сказать, когда было последний раз, но у меня бывает такое настроение, что я конкретно хочу посмотреть именно видео о покупках, о посылках, и прямо в поисковой строке YouTube пишу там покупки пряжи, да, и смотрю эти видео, они имеют особую такую нотку, придают настроению, да, часто очень вдохновляешься в таких видео, смотришь, во-первых, узнаешь в каких-то новых артикулах пряжи, да, может быть, что-то для себя запоминаешь, помечаешь, я вот месяц назад смотрела у одной рукодельницы видео, она показывала посылочку с пряжей, и мне там очень понравилась эта пряжа, но я пока ее нигде не вижу, вот, не скажу, конечно, 100%, что я ее прям собираюсь купить, но любопытство есть, да, хочется посмотреть и палитру, и посмотреть, почем она у нас, но заказывать я, конечно, сейчас не буду, потому что, ну, это совсем глупо с моей стороны, когда есть такие огромные запасы пряжи, и есть куда потратить деньги с большей пользой, вот, мне хватает того, что я вот хочу эстиву купить, и тоже сомневаюсь, потому что в запасах у меня еще эстива есть на джемпер, единственное, что, конечно, хотелось бы другого цвета, вот, свои покупки я показываю, единственное, что я уже давно ничего не покупаю в таких масштабах, как это было раньше, то есть раньше я могла и по 2 килограмма пряжи покупать сразу, и по 5, и очень любила эти дни, честно признаюсь, пошел, купил все, что захотел, идешь такой счастливый, довольный, и пакеты вроде и не такие тяжелые, как кажется, особенно мне нравился период, когда я такие, значит, уговорила мужа на то, чтобы попробовать открыть свой интернет-магазин пряжи, и мы поехали за первой закупкой на оптовый склад, это было что-то с чем-то, ты идешь по складу и просто нагружаешь пряжу в мешки, да, то есть это такое хобби определенное, отдельное немножечко отвязание, да, коллекционирование пряжи, я думаю, что хомячки меня поймут, да, и думаю, что у каждого есть такая мечта, практически иметь большие запасы, иметь возможность покупать пряжу регулярно, просто для вдохновения, ну, может быть, это, конечно, не совсем целесообразно, хотя, если так подумать, вот нынче, да, в связи с ситуацией вообще в мире, очень сильно поднялись цены на пряжу, где-то в среднем я посмотрела на 20-30%, в некоторых магазинах даже и выше, и смотришь иногда и думаешь, хм, наверное, я бы сейчас себе не смог бы позволить купить несколько упаковок там с запасом, но, слава богу, вот запасы, именно свои домашние, они как бы успокаивают, да, что работы еще много, и даже если пряжа подорожает еще больше, то не пропадешь, вот, я сейчас больше стараюсь докупать необходимые инструменты, хотя, опять же, и с этим у меня уже вроде как проблем нет, так что просто нет необходимости в покупках, все есть в наличии, не хватает только времени или запасной пара рук, так что показывать показываю, но просто в последнее время уже давно ничего не покупаю, последняя моя покупка была в прошлом месяце, это была дивана с сарафан мотивами, не знаю, когда мы будем его с вами вязать, видимо, видимо, уже ближе к осени, не хочется, честно говоря, просто откладывать на следующий год, вот, а перед этим очень давно не было покупок, так, седьмой вопрос, делитесь ли вы своими впечатлениями, опытом спустя время о своих покупках, стоило их покупать или нет, обязательно, потому что это, наверное, одно из самых полезных видео на канале, когда ты, во-первых, рассказываешь отзывы о пряже, как она носилась в изделии, обычно эти видео называются испытанием временем, у меня такие видео тоже есть, по-моему, даже на них есть отдельный плейлист, если не ошибаюсь, давайте я вам сегодня оставлю в инфобоксе, да, потому что пряжа, пряжа ты купила, она сегодня потрясающе красивая, смотришь на нее, не налюбуешься никогда, и вязать одно удовольствие, но бывает, когда в процессе носки вещь очень быстро приходит в негодность, да, соответственно, пряжа хороша лишь на первый взгляд, а потом уже и не такая уж она и хорошая, и здесь, конечно, очень важно знать, как пряжа себя ведет в процессе носки, потому что хочется, чтобы все-таки вещи хоть какое-то время служили, а не всего пару дней, у меня так было с топом с DMC, вот вяжешь, ну просто невероятная красота, ну насколько быстро он скатался, хотя не могу сказать, что он плохо выглядит, просто сам факт того, что ты после, не знаю, нескольких часов в этом топе похож на пушистую барашку розовую, да, потому что ворс с него лезет и расползается по всему телу, и ты даже знать не знаешь, где у тебя там что торчит, а это все-таки летняя вещь, да, и поверьте, в глаза бросается, когда у тебя из-под мышек торчат розовые какие-то тоненькие пушистые волосики, да, ну сами подумайте, как это смотрится, вот, поэтому здесь вот уже, то есть, по первым впечатлениям, я бы еще, я бы сказала, что, о, я эту пряжу еще хочу, но потом, как я поносила уже этот топ, то, конечно, считаю, что шкурка выделки не стоит, она не бюджетная, и вот так вот себя ведет, так что, наверное, я бы ее не рекомендовала к покупке, она того не стоит, вот, и мне очень нравится делиться именно бюджетными какими-то находками, когда пряжа недорогая, а в носке потом оказывается какой-то очень классный, и даже не всегда знаешь о том, что эта пряжа такая, потом это для тебя становится прям каким-то супер открытием, которое делает твой день еще лучше, и хочется сразу делиться с подписчиками такой информации, потому что хочется все-таки хорошее нести, скажем так, в массы, да, поэтому такой информацией я, конечно, делюсь, и у меня есть видео о запасах пряжи, я и в прошлом году снимала целую такую серию видео, светила этой теме, и непосредственно в этих видео я не рассказываю исключительно о том, что у меня есть в запасах, потому что тогда бы это было очень скучно и бессмысленно, я так считаю, а вот по ходу разбора запасов поделиться информацией о той или иной пряже, да, как она носится, как она эксплуатируется, как держит, к примеру, пряжа краску, как она держит резинки, как она вообще в целом носится к телу, да, это, по-моему, самая ценная информация, которую можно почерпнуть именно о пряже с каналов блогеров, сама иногда бывает, смотрю, отзывы читаю и для себя делаю какие-то определенные, конечно же, выводы, стоит покупать эту пряжу или не стоит. Так, следующий вопрос, бывает ли у вас творческий кризис и как из него выбраться? Творческого кризиса, как такового, я, честно говоря, в своей жизни такой, ну вот, сознательной, не помню. Бывает у меня кризисы, связанные не с вязанием, да, то есть, бывает такое, что не хочется, не то, чтобы ничего вязать, вязать мне хочется всегда. Я вам скажу, что у меня однажды было только, когда я не хотела вязать, но это было в первом триместре, когда я была беременна, вот, младшим ребенком, там у меня было такое, какой-то невероятный упадок сил, что мне не то, чтобы вязать не хотелось, я даже двигаться не могла, я постоянно спала, и это было очень трудно, потому что я тогда никому еще не рассказывала о своем интересном положении, а видео на канале все ждали, и я вот сплю и думаю, а как же видео, а сделать ничего не могу, сплю как с ног, вот, но сказать, что мне в тот момент не хотелось вязать, такого не было, да, то есть, я, конечно же, вязала, просто еще больше времени я тратила на сон. бывает, не хочется снимать, вот такое, да, бывает, и здесь, по-моему, одно лекарство, во-первых, это хорошая обратная связь от зрителей, потому что, чем больше хороших комментариев, тем больше хочется снимать и делиться, да, и второе, если нет первой, бывает и такое, да, второе, второй способ вернуться к работе, это просто взять и начать делать, как говорят, аппетит приходит во время еды и лично у меня срабатывает даже в плане работы, то есть, я могу просто через силу себя заставить, конечно, разговорное видео мне через силу не получится себя заставить снимать, а вот какой-то мастер-класс просто взять и начать делать и буквально 15-20 минут и все, ты втягиваешься и как-то уже вроде и не помнишь, что тебе чего-то там не хотелось. выбраться, как выбраться из творческого кризиса, это вообще, конечно, очень хорошая тема и, наверное, стоит ее оставить на отдельную болталку, вот, смотрите, тема появилась для отдельной болталки, давайте мы так и сделаем, сниму отдельное видео для вас, в этом месяце обязательно выпущу на тему того, как выбраться из творческого кризиса, подберу для вас несколько способов действующих, и тогда выпущу это видео. Девятый вопрос, заходили ли вы в тупик в своем рукоделии и находили выход с помощью советов других блогеров? В тупик? Ну, у меня таких ситуаций не было. Что такое тупик? Вообще, честно говоря, сложно мне понимать. Тупик это когда нет выхода, но сами знаете, да, что нет выхода только из коробочки одной деревянной, которая, слава богу, нам всем еще далеко до этого, а из любой ситуации другой всегда есть выход, просто бывают моменты панические, какие-то атаки, да, когда вам кажется, что все, выхода нет, но здесь главное вовремя успокоиться, посмотреть на это все другими глазами, и всегда найдется выход, даже из любой ситуации. У меня часто вкладываются, а раньше так вообще молчу. Период до ведения канала, буквально там за несколько лет до этого, у меня был очень страшный период в жизни, не дай бог, никогда и никому, ни одной женщине такого, и мне казалось, что это просто будет какой-то вот такой спуск в пропасть какую-то, и когда-нибудь он просто закончится тем, что меня не станет в этой жизни, я не то, чтобы там как-то себя хотела погубить, но просто я реально не видела выхода. Но а что делать? Ты приходишь, и приходится все равно как-то с этим бороться, и чем больше ты оказываешь сопротивление какой-то негативной ситуации, тем мне кажется, больше тебя космос слышит. то есть если бороться, то обязательно все наладится, если, конечно же, ничего не предпринимать и только сидеть и ныть о том, как все плохо, что тогда измениться, конечно же, ничего. Поэтому тупиковых ситуаций в рукоделии особенно, ну, это даже как-то немножко по-детски звучит, да, это как у меня старший ребенок, бывают какие-то такие вещи мне рассказывают, что мама, у меня безвыходная ситуация, начинают рассказывать, я сижу на него смотрю и у меня просто умиление, да, я понимаю, что, конечно, в его 11 лет это какая-то глобальная проблема, но стараюсь его как-то всегда так перенаправить, повернуть, чтобы он понял, что даже он сам знает, как выйти из этой нерешаемой ситуации. Поэтому тупиковых ситуаций не существует, поверьте, всегда есть выход, главное просто посмотреть по другим углам на эту ситуацию, обязательно найдете куда повернуть. Десятый вопрос, бывало ли такое, что вы спрашивали советы у своих зрителей? Конечно, почему нет? Все-таки мы в какой-то степени одна команда, да, вы же не зря здесь такое продолжительное время, у нас с вами общие интересы, поэтому посоветоваться с людьми, которые увлекаются тем же видом хобби, что и ты, это прямо очень хорошая тема. И когда-то до того момента, как я открыла свой канал, мне этой помощи, да, вот именно этих советов как раз-таки очень не хватало, потому что когда у тебя в окружении не вяжет никто, прямо даже хочется кого-нибудь срочно научить, и чтобы он желательно был того же уровня, что и ты, чтобы мог дать тебе в какой-то ситуации совет. А так, да, ну, конечно, каких-то глобальных вопросов я не решаю с подписчиками, мне хочется такие вещи решать самой, чтобы потом никого, не дай бог, не винить в том, что неправильно посоветовали, да, а что могу, какой совет спросить касаемо, не знаю, цвета пряжи, например, или выбора пряжи, ну, то есть, такое что-то не слишком серьезное, да, чтобы, как я уже сказала, потом ни на кого не валить бочки, если что-то пошло не так, а чтобы ответственность ее оставить на себе, вот, а так, конечно, почему нет, ну, и спрашиваю очень часто, особенно раньше, допустим, стоит ли снимать какое-то определенное видео, стоит ли снимать какой-то определенный мастер-класс, так, одиннадцатый вопрос, есть ли у вас, если у вас есть рукодельные секреты на канале, то расскажите и оставьте ссылки на видео под этим вопросом, рукодельные секреты, ну, наверное, мне бы не хотелось называть это каким-то секретом, но у меня есть несколько полезных видео на канале, которые многим помогли, да, к примеру, у меня есть видео на канале о том, как вязать ровное полотно крючком, вот, кажется, такая элементарная вещь, но согласитесь, что если вы вяжете крючком, то вы когда-то наверняка сталкивались с такой проблемой, что у вас, к примеру, полотно расширяется или сужается, или имеет ступенчатый вот такой вот ломанный край, и когда-то в самом начале канала своего я снимала видео, там, конечно, качество не очень, но позволяет рассмотреть, да, в чем вообще суть проблемы и исправить эту проблему, и, кстати, на это видео у меня когда-то натолкнула проблема Иры, когда она вязала кардиган, у нее там было такое, как раз-таки ступенчатый вот этот край, и я подумала о том, что как много, я тогда YouTube смотрела и наблюдала, да, чтобы многие говорили о том, что есть такая проблема и не знают, как правильно, и я такая, сейчас я всех спасу, сниму это видео, и все станет понятно, ну, я не спасла мир, но некоторых девочек я спасла, ну, это, конечно, громко звучит, вот, и, если что-то еще есть, я попробую повспоминать в процессе монтажа, и тогда, конечно же, ссылочки вам оставлю, вообще, у меня есть на канале два плейлиста, посвященных вязанию крючком и вязанию спицами, в которых я собрала ролики, обучающие, на какие-то, возможно, даже элементарные моменты, да, но в то же время очень важные. Кстати, вот по свежим, скажем так, следам, по воспоминаниям у меня на канале недавно появился целый плейлист, который посвящен обучению, котик выспался, ему стало скучно, вязанию крючком по схемам, то есть, это такое, как бы, мини-пособие про то, как вязать по схемам крючком, и очень часто слышу от девчонок, в том числе и от блогеров, что не умеют читать схемы, поэтому могут вязать крючковые вещи только по, ну что такое, только по мастер-классам, поэтому появилась идея, я ее в своих видео озвучила, и многие эту идею поддержали, и вот появился вот такой плейлист, в котором я максимально подробно пытаюсь вместе с вами провязывать схемы какие-то определенные, увеличиваю, скажем так, сложность этих схем, и есть, конечно, обратная связь, огромное вам спасибо за это, жаль, конечно, что это не так просматриваемо, как визовлоги, да, но все же, да, то есть это такое видео для достаточно узкой аудитории, хотя, честно говоря, я очень надеюсь, что со временем это будет, ну, более просматриваемо, что ли, то есть я вам просто сегодня, конечно, тоже оставлю ссылку на этот плейлист, если вам станет интересно, вы заглянете и посмотрите. Так, это были все 11 вопросов, я надеюсь, что вам было интересно послушать, возможно, кстати, у вас в процессе прослушивания этого тега появились какие-то свои интересные темы для разговорных видео, буду рада, если вы ими со мной поделитесь, и если можно, если вам не сложно, напишите мне эти темы в личное сообщение ВКонтакте, да, или в Инстаграме, для того, чтобы я их просто не потеряла. На этом буду заканчивать, пишите, какие у вас есть рукодельные секреты, может быть, вы знаете какой-то интересный лайфхак, например, по соединению кончиков нити, или, к примеру, знаете, как постирать многоцветное изделие, для того, чтобы пряжа не перекрасила друг друга, в общем, какие-то лайфхаки, мне будет интересно почитать, и думаю, что для зрителей, для других это тоже будет очень полезно. Мне на этом все, огромное вам спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, увидимся с вами совсем скоро в новых роликах, до новых встреч, и всем пока-пока.